Большинство казаков эмигрировали в 20-м году прошлого столетия, после Гражданской войны. Сначала в Югославию. Кубанцы впоследствии прославились на всю Европу джигитовками, а из донских был организован хор Жарова. Часть, которая задержалась уже в Америке, так они пошли на работы, устроили свои станицы даже. Я жил около Нью-Йорка, там было чуть ли не 15 станиц. Большинство храмов в восточном побережье Америки, я имею в виду Чикаго, это уже не побережье, но главное Нью-Йорк, Коннедикут, Мэриленд, Вашингтон, это все были построены казаками. Казаки-кубанцы в Ховеле, штате Нью-Джерси, основали Кубанский музей. Виктор Федорович был его первым секретарем. Самое ценное, что у нас было, была грамота Екатерины Великой. Мы это так боялись даже держать в музее. Музей, между прочим, переехал из Нью-Йорка до Нью-Джерси, в город Хавелл. И там у нас храм казачий рядом, и музей, экспонаты, черкеска от Сесаревича, от черкеска Александра II, потом у нас сабля Мазепы, Богдана Хмельницкого. Сегодня американское казачество берет свое не количеством и не силой, а новым качеством. Многие члены организации являются успешными бизнесменами, известными адвокатами, военнослужащими и банкирами. Но дома продолжают говорить по-русски и думают о казачестве в России. Я думаю, что Петербург, оно имеет будущее. Они как-то вместе все работают. Ну, немножко, только впечатление, как-то отдельно держится между русскими, не казаками. И больше спайки, как у нас у кадетов, спайка, как три москетера, Артоз, знаете, Д'Артаньян и так далее. Что случится с одним, они все горой стоят.